всем привет сегодня буду чистить грязные так поленяла выгорела я даже не знаю что почему она вот такая безобразная короче такая была и вот такая стала так подкладка у меня хлопчатобумажные сейчас посмотрим кто состава нет кто и туда ну овца овечье очень тонкая такая вот изначально какого цвета была курточка использовать буду мицеллярную воду губку и 2 льняные такие тряпочки белый мочевую губку мицеллярной водой вот смоченной губкой буду аккуратненько чистить замшу разложила где-то на поверхности чтобы было удобно и сначала смачиваю мицелляркой потом сухой частью губки вот у меня как бы части две губки одна половинка намочена половинкой и вот мокрой частью прохожусь по участку потом сухой собираем и сверху прям протираю льняными тряпками чтобы не очень мокрое было и начинаю прям сверху и потихонечку потихонечку не растягивая именно на поверхности потому что замша очень тонкая нежная поэтому мягкие нежные движения подсохла вот так выглядит первый слой мицеллярной воды вот эту часть чищу это грязная остается вот так выглядит издалека ну прямо небо и земля вот высохла куртка вот эту часть я вчера чистила такими островками где-то вычищена где-то нет но в общем-то процесс идет всегда делаю потихоньку сразу не очищаю потому что очень тонкая замша вот она как ткань сильно мочить и она может и порваться и будет себя плохо вести в принципе можно почистить профессиональными средствами да почему я не люблю профессиональные средства вот я сейчас покажу как она чистит можно нашим пену рубку обматываю тканью и наношу эту пену на замшу чищу рука также аккуратно надо наносить но пена очень сильно мочит замшу у меня левый рукав сейчас я ему дам высохнуть и покажу результат и объясню почему я не люблю пользоваться профессиональными пенами мне больше нравятся другие способы вот я нанесла пусть высыхает губку обматываю тканью тонкой льняной тканью мочу губку и вот так чищу второй раз чтобы льняная хочет бумажная ткань забирала грязь тогда не сильно мокнет замша но в то же время средства достаточно каждый раз когда я чищу замшу мицеллярной водой это всегда удивление как как может просто самая простая мицеллярная вода вот такое делать сам швы и кожи это всегда шок реально шок потому что вот она растворяет вот эту грязь и в то же время вытаскивает цвет это еще у меня дешевая вода чуть-чуть подороже чуть-чуть покачественней и это будет совершенно невероятный просто невероятный эффект сколько чищу столько удивляюсь вот пожалуйста это не мокрая это уже сухая абсолютно сухая кожа абсолютно высохшая замша чуть-чуть жестковато но жесткость это проходит после пишут что ну профессиональные средства зачем это ерундой страдать и есть профессиональные средства вот профессиональные средства вот она почистила замшевую куртку она очищает от грязи но она не возвращает свет и вот почищены мицеллярной водой но наверное есть разница видно не вооруженным глазом просто вот эти профессиональные средства они не возвращают цвет замшевые вещи. Не важно, что это, куртка, юбка, сумка, обувь. Мицеллярная вода возвращает цвет. Я не знаю, каким образом это происходит, но это всегда вау-эффект. Чуть-чуть потеребить замшу, и она опять становится нежной. И запах, безобразный запах керосина, который не выветривается очень долгое время. А особенно, когда это куртка, это невозможно. Все время будет запах вот этого средства. Оно пахнет керосином бензином. Поэтому у меня всегда выбор. Мицеллярная вода. Но всегда делаю не сперва. Потихонечку. Один слой нанесла, дала высохнуть. Посмотрела, где почистилась, где нет. Второй раз нанесла. Дала высохнуть. Посмотрела, где почистилась, где нет. Резинки подбреваю бритвой. Бритвой вожу прямо сверху вниз. Для чистки подкладки мне нужен медицинский спирт. И наш атырный спирт в равных долях. Смешиваю. Делаю в небольших количествах. По две ложки сначала смешиваю. Потом, если надо, добавляю. Перчатку и трикотажную тряпку. Вот трикотажные тряпки лучше всего чистят. Она и раствора берет мало и чистит отлично. Смачиваю. Хорошо отжимаю. И чищу. Брязный. Сейчас покажу. Половинку почищу. Высохнет. И покажу, как хорошо этот раствор очищает. Подкладка здесь. Клопчатый бумажный. Вот так выглядит. Вот здесь почищена подкладка. А здесь нет. Вот так хорошо очищается. Вот подсохла подкладка. И видно, часть чистая, а часть грязная. Вот так отмывает этот раствор. Потихонечку отжимая тряпочку, превращает в чистую. Беру немного лицеллярной воды. Наливаю в бутылку. И пульверизатором распределяю по всей поверхности. И оставляю. Даю высохнуть. А потом просто расчешу щеточкой. Вот так восстановился цвет замши. Мягенькая стала. И главное. Вернулся вот этот цвет. Какой был у курточки. Так что вот так просто. В итоге почистить всю куртку у меня ушло. Но вот у меня предыдущий был полфлакона. Где-то целый флакон мицеллярной воды ушел почистить вот эту замшевую куртку. 200 рублей и 3 дня. Я просто каждому слою давала высыхать. Ну что, всем пока. До новых видео.